Во-первых, совершенно очевидно, что люди будут по-разному голосовать в разных регионах, и здесь, наверное, имеет смысл провести вот такую грань. Города-миллионники и даже отдельно еще две столицы, Москва и Санкт-Петербург, и остальная Россия. Убежден, что один из главных мотивов голосования жителей Москвы и Петербурга – это будет протестное голосование. Они, скорее, будут голосовать не за, а против, против существующей власти, против Путина, и будут искать какую-то альтернативу. Здесь должен сказать, что это не значит, что все жители-избиратели Москвы и Петербурга будут так голосовать, но это будет очень таким трендом, очень значительным, в том числе по сравнению с остальной Россией. Другая мотивация – люди будут голосовать за стабильность, причем мы-то понимаем, что это стабильность уже на грани застоя, и необходимы перемены. Но людей страшат перемены, людей страшат изменения. Многие будут голосовать, исходя из принципа. Вот если мы проголосуем за существующую власть, ну, да, может быть, не очень хорошо, но, по крайней мере, не будет каких-то потрясений. А если мы проголосуем, не дай бог, за кого-то другого, он как начнется тут, значит, заново перекраивать, и тогда все будет совсем плохо. Есть такая мотивация. Надо отдавать себе отчет, что подавляющее большинство россиян, конечно, не читает, и некогда им читать программы, и они не очень хорошо себе представляют, что, собственно говоря, тот или иной кандидат предлагает. Ориентируются на прошлое, ориентируются на образ. Если, допустим, видят Геннадия Джуганова, понимают, этот хочет, мечтает о возвращении в СССР, да, вот как было раньше. Есть такие ностальгические мотивы, кто-то, значит, голосует. За Жириновского, я думаю, что многие голосуют, как молодежь говорит, по приколу. Многие голосуют, исходя из того, что, ну, вот он такой эпатажный, что-то там говорит, правду матку рубит, давай-ка я его поддержу. Скажу откровенно, кроме людей очень богатых, я не вижу мотива кого бы то ни было голосовать за Прохорова. Зная, каким образом он стал миллиардером, человек, который пытается прийти в политику из бизнеса, он обречен, потому что в политику можно прийти только через общественные организации. Если у человека появилась тяга к этому, если появилось желание заниматься общественной работой, работать с людьми, он, возможно, потом приходит в политику, кто-то и не приходит. А вот так вот и с настойчивостью, когда господин Прохоров говорит, я менеджер, честные менеджеры, политика это не бизнес, и там не менеджмент, там совершенно другие отношения. Люди, которые обратятся к строчке, где будет моя фамилия, четко, во-первых, это те, кто проголосовал за партию «Справедливая Россия» в декабре прошлого года, но с учетом, что это совершенно другие выборы, у многих сейчас, даже в том числе те, кто поддерживал нашу партию, могут быть разные точки зрения на тех или иных кандидатов. И люди, конечно, будут отдавать себе отчет, что я социал-демократ, я хочу действительно перемен, я настаиваю на этих переменах, многие уже знают мою позицию. И я не случайно говорю, что каждый голос, отданный за кандидата Сергея Миронова, это голос в неотвратимость социальных преобразований, прежде всего социальных. Ну и я уже начал с первой позиции, что многие будут исходить из привычки голосовать как большинство, голосовать как надо, голосовать, чтобы лишь бы не было каких-либо потрясений, то есть за ту самую пресловутую стабильность. Вот примеры такие умонастроения, на мой взгляд, будут главенствовать 4 марта во время заполнения бюллетеня.